Если бы лет 20 тому назад кто-нибудь сказал мне, что я буду путешествовать по этой стране, я бы, наверное, только рассмеялся. Тогда здесь сгремели выстрелы и шла революция. Должна быть самая романтическая революция второй половины 20 века. Теперь все это в прошлом. Я в Никарагуа. Здравствуйте. По своему географическому положению и народу населению страна Никарагуа уступает многим другим странам мира. На ее территории проживает всего около 6 миллионов человек. На восточном побережье страны, на берегу Карибского моря, живут потомки пиратов и беглых рабов, сохраняющие свою культуру. Столица страны, Монаго, расположена здесь. Центральные районы страны занимаются в основном сельским хозяйством. В Чинандеге растет великолепный сахарный тростник. В провинции Лион южнее выращивают скот. Вот здесь, в Астели, делают прекрасные сигары. Чуть севернее, в горных районах, в Матагалипе и Хинотеге, произрастает великолепный кофе. Все это вы увидите в наших программах из Никарагуры. Оппозиционные партии Никарагуа, участвующие в политическом диалоге с правительством, отвергли все предложения по осуществлению конституционных реформ и покинули очередное заседание национального диалога. В результате этой акции переговоры прерваны на неопределенный срок. Тогда, в конце 70-х, весь мир симпатизировал обаятельным лидерам-сандинистам, которые сбросили отвратительного диктатора, беззастенчиво грабившего маленькую страну. Но, как всегда бывает, в таких случаях революция расколола людей, и у обеих сторон нашлись покровители. Советский Союз и Куба поддержали победителей, Америка – тех, кого называли «контрас», и кому перемены были не по вкусу. Война грохотала несколько лет и унесла немало жизни. Прошло время, прежде чем никарагуанцы простили друг другу взаимные обиды и пришли к согласию. Как они там поживают сегодня? Новый свет. Это вам не Европа, зажатая правилами и законами. Здесь пока еще свободно и вольно дышится человеку. Здесь можно почти все. Единственное, что здесь Никарагуа, не стоит делать это спрашивать, а какой здесь у вас самый красивый город? Вопрос опасный. Ведь вся история этой страны – история соперничества двух городов – Гранада и Леона. Несколько веков никарагуанцы никак не могли договориться между собой о том, какой из них важнее. Тот, кто бывал в Никарагу в 80-х годах, не поверит своим глазам. Гранада за эти 20 лет стала другим городом. Поехали! Гранада не только самый красивый город Никарагуа, но еще и самый старый. 1524 год. Он был основан, в общем-то, спустя четверть века после того, как Колумб открыл новый свет. Город очень быстро разбогател. Это был главный порт на Панамском перешейке. Сюда, на испанские галеоны, стекалось все золото, награбленное конкистадорами в новом свете. И отправлялась в путь в Испанию. История нового света насчитывает всего-то 500 лет, поэтому здесь очень трепетно относятся к любой старине. Никарагуанцы считают, что все самое старое, все самое древнее, что у них есть, и все самое красивое, это здесь, в Гранаде. Именно этому городу Никарагуа обязаны тем обстоятельством, что туризм сейчас занимает первое место по доходам в казну. Именно сюда торопятся все, кто приезжает в Никарагуа, повородить по этим старым улочкам, подышать воздухом прошлого. Ну а мы решили заглянуть к здешним мастеровым людям, которые работают с весьма экзотическим для нас сырьем. Я не скажу, что Никарагуа родина крокодилов, но чего-чего, а кайманов здесь хватает. Ну то есть маленьких крокодильчиков. Их шкурка, высушенная и выделанная, выглядит вот так. Не очень привлекательно. Нужно вложить немало труда, чтобы превратить ее вот в такую женскую сумочку. Понятно, что больших предприятий, где из кайманов делали бы всякие красивые вещи в Никарагуа, нет. Это небольшой частный бизнес. Вот такой, как эта мастерская в древнем городе Гранада. Вот это сеньор Доминго Домингес. Здравствуйте. Сеньор Воскресенье. Потому что Доминго по-испански это Воскресенье. Собственно говоря, хозяин этого крокодилового предприятия. Давно ли вы тут выделываете кожи? Ну, нашему ателье уже лет 80 будет, наверное. 80 лет. Но ведь в Никарагуа теперь нельзя просто так пойти и убить каймана. Обязательно нужна лицензия. Конечно, и кроме того, на каймана можно охотиться только в определенных районах. Наши власти довольно строго за этим следят. И уж обязательно нужна лицензия на отстрел. Покажете мне производство? Оказалось, что выделка крокодиловых, ну, то есть каймановых кож, довольно хлопотное дело. 20-25 дней занимает здесь этот процесс. Что это вы здесь делаете? Сейчас он вынимает кожи из чанов, где они отмокают в специальном растворе. Крокодилов тоже полны в Никарагуа. Но международные законы, в общем-то, запрещают убийство крокодилов. Пахнет здесь все-таки не очень хорошо. Пойдем на волю. После того, как шкурка пройдет химическую обработку, ее нужно очистить от мездры и жира. Как правильно? И сильно нажимать? Не слишком. Вот под таким углом. Ну, в конце концов, наверняка кто-то из моих предков когда-то этим занимался. Иначе бы его не назвали Кожуховым. Между прочим, те, кто имеет дело с крокодилами, уверяют, что главные открытия, связанные с этими животными, еще впереди. Крокодилы довольно агрессивные твари и угрожают не только всем, кого видят на берегах, но и часто дерутся друг с другом. Так вот, интересно, что даже если у крокодила откусана лапа, в самой грязной воде она зарастает очень быстро. Видимо, в жире или в крови крокодила содержится какой-то антибиотик. Насколько мне известно, серьезных научных исследований на эту тему не проводилось. Но не исключено, что когда-нибудь человечество доберется и до этого мерзкого крокодилевого жира. И он подарит нам лекарства от какой-нибудь страшной болезни. Ну а дальше начинается тщательная работа для того, чтобы превратить грубую кожу каймана в нечто такое, что будет приятно держать в руках какой-нибудь модницы. Тут как-то каждый занят своим делом, и непонятно, куда мне по обыкновению засунуть свой нос. Никарагуа – страна по преимуществу сельская. Туризм, производство кофе, рома, сигары, мяса кормят сегодня эту страну. Промышленности в современном значении этого слова, по сути дела, пока еще здесь нет. Чудеса, да и только. Еще в 90-х годах Никарагуа жила по карточкам. Люди ночью занимали места в очередях, чтобы купить продукты. Прошло 20 лет, и эта страна превратилась в крупнейшего экспортера мяса в Центральной Америке. А это, между прочим, Хуан Кастильо. Мало того, что хозяин вот этой фермы, он еще и президент... Президент Ассоциации скотоводов провинции Гранада. Итак, мы будем сейчас вакцинировать телят. Тут у меня витамины Д, В12 и кальций, чтобы кости у телят были крепкими. Фермы в Никарагуа, как видите, больше похожи на русские, чем на те, которые мы когда-то снимали в Израиле. Где сплошная технология, компьютеры и все остальное. Здесь все руками. Почему никарагуанское мясо одно из самых лучших в Центральной Америке? Почему же? Потому что это очень здоровое мясо. У нас в Никарагуа коровы ничего не едят, кроме травы, воды и соли. Никаких искусственных добавок, никакой химии. И это во всем мире ценится. Как и у нас в России, здесь не выращивают отдельно молочные и мясные породы. Вот только почему-то никарагуанские буренки дают совсем мало молока. Два литра в сутки считается нормой. Шесть почти рекордом. Конечно, в общем, никакого чуда не произошло за эти два цвета. Во-первых, и до революции у никарагуанских крестьян была традиция скотоводства. Выращивали здесь скот всегда, с тех пор, как существует Никарагуа. Да и чему удивляться. Лето, коруглый год. Тепло и сухо. Правда, в самые жаркие месяцы их примерно четыре. Трава выгорает. Им приходится заготавливать некоторое количество сена. Но это, конечно, не наша зона рискованного земледелия. Не нужно строить тёплые коровники и думать о том, чем кормить бедных бурёнок. Этой бедной маленькой корове сейчас будут обрезать рожки. Зачем же вы это делаете? Ну, чтобы когда она выросла, не забодала кого-нибудь. Или не повредила какую-нибудь другую корову. Рога обрезают в первые три месяца. Телятам ещё не так больно, и рана быстро затягивается. Как раз для этого и прижигают. Ну и ещё, чтобы инфекция не попала. В семь месяцев телёночка отлучают от мамы и клеймят. Куда ставить? Сюда? Сюда. Этот будет у нас двенадцатый номер. Единичка вышла не очень заметной, потому что клеймо было холодным. А моя двоечка очень даже симпатичная. Можно кое-что тебе предложить? Давай двенадцатого номера назовём русским. Русский. Отлично. Русский. Но когда ему исполнится два года, уж не обижайся. Его отправят на мясокомбинат. У русского, а именно так будут звать этого быка, впереди два года счастливой жизни. Ну а потом, извините. Для чего родился, для того и пригодился. Вот судьба. Ещё сегодня эти бурёнки мирно паслись на лугу. И вот уже это не что иное, как кусок мяса. Целая, оказывается, наука. Но так здесь её и постигают. Каждому мастеру представляют ученика. И тот минимум три месяца стоит рядом. И вот точно так же, как я, учатся разрезать куски говядинки на правильные части. У меня глаз не успевает следить за тем, что он делает. Это почти невозможно поверить. Но за один час вот в этом помещении разделываю 120 коров. Это значит, на одну корову уходит около двух минут. Наверное, если делаешь это каждый день, всё это кажется очень просто. Но меня почему-то просто завораживает скорость, с которой эти ребята разделывают куски мяса. И скажите после этого, что лакины и карабуанцы не любят и не умеют работать. Ещё как умеют. Выбрал себе, как мне казалось, самую лёгкую часть. Ну, вроде чего, веди ножом вдоль ребра. Оказалось, что это как-то просто. Я нарушаю технику безопасности. Хожу с открытым ртом. Вообще-то этого здесь делать нельзя. На комбинате очень строгие меры санитарной безопасности. Конечно, такого рода предприятия не карабуан. Пока ещё немного. На этом городе Гранаде я накрасился потому, что вот это самое мясо идёт, куда мы выдумали. К нам, в Россию. К нам, в Россию, конечно, идёт замороженное мясо. Но мясо вот в такой упаковке, обработанной этой машиной, в полном вакууме, может храниться, в это сложно поверить, 3 месяца, 12 недель. Но это вопрос заказчика, вопрос цены. Нам пока подешевле мороженое. Мы в Никарагуа. Этой стране повезло. На западе её омывают воды Атлантики, а на востоке Карибского моря. Вот туда-то я и направляюсь сейчас. Я пытаюсь сейчас повторить подвиг конкистадора Бальбоа, который первым пересёк Панамский перешейк, вошёл в Карибское море, обнажил шпагу и объявил всё, что он увидел владением испанской короны. Я этого делать не стану. Направляюсь я в городок Бэуфилдс, потому что Никарагуа, несмотря на то, что страна маленькая, стала родиной для многих культур. Интересен он тем, что там живут потомки африканских рабов. Они сохраняют свои традиции, поют свои песни, едят свои блюда. В общем, жизнь их, говорят, не очень сильно изменилась за последние несколько столетий. Но до городка Блюфилдс можно добраться только по реке, которая называется Эльрама. Туда ходит лодка. Она берёт наоборот 20 пассажиров. Пока нас только 13, я уже сижу второй час в этом замечательном местечке, которое также называется Эльрама. И жду у моря погоды, ну, то есть пассажиров. Искомые пассажиры прибыли. Вроде отплываем. Хорошо, но жарковато. Кроме этого, я забыл взять какую-нибудь, какую-нибудь сомбрено. Поэтому на голове пришлось соорудить чёрт-те что. Но вот, наконец, и Блюфилдс. Люди здесь отличаются от прочих своих соотечественников и цветом кожи, и языком, и обычаями. Не случайно этот город столица особого автономного района. Жизнь городка и сегодня связана с морем. Лодка сети «Кормушка» кормит обитателей Блюфилдса. А то, что попадается в сеть, не только едят с удовольствием сами, но и отправляют на экспорт. Экспорт требует чистоты. Помимо того, что руки надо вымыть целых три раза, здесь в цехе категорически запрещается говорить, есть, жевать, поливать и курить. А работать не запрещается. Ловят в Блюфилдсе и рыбку, и креветок. Но главное, что приносит доход здешним рыбакам, это, конечно, лангуст. Вот так в мешках уже охлажденный и без головы он и приходит на предприятие. Ловят здесь лангуста, как и повсюду в мире, ловушки. Теперь его надо разморозить. Лангустов лопатой загребаю. Лангуст, чтобы вы знали, бывает первого и второго сорта. Вот это самый, что ни на есть, отборненький, огромненький, первосортный лангуст. Самый дорогой из всех морепродуктов, которые только ловятся в мировом океане. деликатес деликатесов. С ним соперничает только наша черная икра. Но с черной икрой как-то в последнее время не очень. Алангуста в Никарагу пока еще хватает. Так достаточно ли еще? Нормально. И сколько тянет? 53 фунта. В общем, это больше 15 килограммов лангуста. Я даже затрудняюсь посчитать, если это все хорошенько приготовить и положить на тарелочку в ресторане. Это какая-то астрономическая сумма. А теперь его надо немножко почистить. Тонер? Кажется, ничего не уронил. Теперь из лангуста надо вынуть ну простите уж прямую кишку. Она не нужна на тарелке. Как вас зовут? Можете показать мне, как ее достают? Внутренности? Ну да. Я могу попробовать? Скальпель. Лангуста. Ну айтрипа. У этого лангуста нет прямой кишки. Или во всяком случае я ее не нашел. А-а-а. Нет, как раз была большая. Слушайте, еще немножко у меня начнется комплекс неполноценности. Я не могу найти прямую кишку у лангуста. У этого нет, точно говорю. Нет. Сейчас посмотрим. Наверное, я ее ищу где-то не там. Дай-ка ему еще одного. Вот такой лангуст. Последняя попытка. Подрезаю. Зацепляю. Вот она. Так, ну если я буду работать такими компами, нам в жизни не обработать эту партию. Лангуст сюда, скальпель возвращаю хозяйке. Большое спасибо. Ну а теперь надо отсортировать лангуста, который побольше, тот подороже, который поменьше. Бюджетный вариант. это что вешать-то ну так большой. Ну вот в таких ящичках он и отправляется на стол гурманам 18 килограммов отличного лангуста из Блюфелса. Карибское побережье Никарагуа это непроходимые джунгли, которые тянутся на сотни километров. Здесь не то, что приезжих, даже местных жителей немного. Блюфелс это едва ли не единственный здесь крупный населенный пункт. Его название в переводе с английского означает голубые поля, но никаких полей здесь нет, одни болота. Название городка всего лишь вольная интерпретация имени одного из его губернаторов. Вообще-то в 17-18 веках приличные джентльмены и сеньоры старались держаться подальше от Блюфелса. Устья пресные, судоходные реки, отличная глубокая бухта, закрытая от ветров. А о чем еще мог мечтать пират? Флебустеры, буконеры и прочая нечисть кишмякишили в этом городе. Блюфелс был одним из самых пиратских мест в этой части Карибского моря. В 17-м веке в Блюфелсе обосновались англичане, и он стал столицей так называемого берега москитов, которые объявили протекторатом Великобритании. Когда же земли нынешней Никарагуа отошли испанцам, те не торопились осваивать этот район. А вот говорящие по-английски беглые рабы с Ямайки ехали сюда с удовольствием. В общем, все здесь перемешалось, все языки и расы. В конце 80-х годов прошлого века Плюфелс здорово пострадал от урагана, но был отстроен. Сегодня здесь живет около 45 тысяч человек. Привет, как дела? Если вас привезут сюда с закрытыми глазами, вы ни за что не догадаетесь, где вы находитесь. Потому что в Плюфелсе даже говорят на языке, которому и названия это научного нет. На каком языке вы тут говорите между собой? По-английски и на языке местисо. У нас здесь два языка. А еще говорим по-испански, только не как вы. У нас здесь свой испанский. Мы его переделали, окей? А я хочу послушать, как вы говорите. Мой родной язык английский. Ну, давайте по-английски. Ага, вы хотите говорить по-английски? Да, хочу. Я хочу услышать, как вы это делаете. А, вы хотите услышать. Окей, здравствуйте. Ну, вот так и в Лондоне говорят. Конечно, и мы так говорим. Мы ведь раньше жили под английским флагом, но это давно было. Ну, и что, что давно? Мы-то помним англичан. Как тебя зовут? Сельма. Можешь показать мне основные движения этого танца? Это сальса. женская партия. А мужская? Как танцуют мужчины? Мужчины вот так. я всегда говорил, что нужно нести в своих жилах кровь черного континента для того, чтобы делать вот то самое, что делает Сельма с помощью нижней своей части. Белый человек должен очень долго учиться для того, чтобы суметь повторить это движение. Мужчина Мужчина blessed Подписывайтесь в Мужчина Настоящий карнавал. Все в этом Блуфилдсе необычно. Танцы, язык и даже еда. Едят они здесь совсем не то, что едят во все остальное Никарагу. Как называется блюдо? Рондон. Рондон с рыбой. И кто его придумал? Рабы, пираты, еще кто-нибудь? Все понемногу, наверное. Наши предки, которые жили здесь, креолы. Но мы считаем, что у всех наших традиций, в кулинарии тоже, у рецептов английские корни. Эта девушка говорит Кэрол. И она меня хочет убедить, что это типичное английское блюдо. Англичане очень любят хлебное дерево. Оно, как известно, растет в Англии практически на каждом углу. С чего начнем? Давайте с этого. Хорошо, начинайте чистить. Это называется кокос. Вот кокос. Нет, это орех. Коско. Орех. Ну да. Кокосовый орех, как сказали бы англичане. Да. Ну хорошо, пусть будет коконот. Это банан. А это банан. Нет, это банано. Банано. Это коско, а это банано. Видите, он квадратный. У него другая форма, цвет. Банан. Банано. Ой. Абсолютно зеленый и, видимо, невкусный. Так, о свое молоко. Угу. Так. Теперь рыба. Какая рыба? Парго. Окунь. Окунь, знаю. Слава богу. Первое известное мне название. Удивительное английское блюдо. Я совершенно не знаю, что я кладу в эту кастрюлю. Вы хотите с бананом или с коско? А, а, хочу с бананом. Но он же квадратный. Квадратно? Нет. Это банано, а вот это коско. Он квадратный. Давай возьмем так. Мы возьмем маленький кусочек коско и маленький кусочек банану. Ни вашим, ни нашим. 40 минут. Это неизвестно науке содержимое. Надо кипятить. Собственно, таинство приготовления рондона. Рондон. Рондон. И состоит вот в наборе этих потрясающих плодов. После этого туда кладется рыба и клецки из двух видов муки. Но я даже представить себе не могу, какого вкуса будет это варево. Сладкая, вязкая картошка. Тоже сладкая, вязкая картошка. Другая, сладкая, вязкая картошка. У них одинаковый вкус. А клецки пробовали? Это банано, а это коско. Они одинаковые на вкус. Да. Может быть, это с вами что-то не так. Да. Все превратилось в картошку. Ну, не могу сказать, что невкусную. И какую-то необычную. С легким вкусом рыбы. И Карл уверяет, что это типичное английское блюдо, которым гордится Блуфис. Ну, не знаю. Во всяком случае, очень необычно. Наше путешествие по Никарагу продолжается. Но пришло время покинуть славный Блуфилдс. Город, который давным-давно основали рабы и пираты. Спасибо, что выбрали нас. Написано на этом замечательном посадочном талоне. Ну, собственно, выбирать кроме них больше некого. Я решил выбраться из этого Блуфилдского тупика по воздуху или лететь до Монагуа. Но Никарагуа страна небыстрая. Самолет должен прилететь где-то в районе трех. Но пока его нет. Сидим, ждем. Воздушный транспорт все-таки прилетел. Чуть позже, чем было обещано. Прилетел, чтобы увезти нас в столицу, Монагуа. Где у нас назначена встреча в необычном для Никарагуа доме. Здравствуйте. Здравствуйте. Адольфо. Адольфо Эверст. Да. Можно по-русски? Немножко. Немножко. Немножко, да. Михаил. Здравствуйте. Вас как зовут? Адольфо. Тоже Адольфо. Тоже Адольфо. Адольфо Адольфович. Адольфо Адольфович. Совпадение в детстве. Господин Адольфо Эверст, сколько лет вы работали в России? Семь лет. Семь лет? Да. За годы работы послом сеньоры Эверст не только полюбили нашу страну, но и собрали большущую коллекцию русских сувениров, которую теперь с гордостью показывает всем желающим жена сеньора Адольфо Марта. Кжель, Хохлома, Палех. Здесь настоящий музей. Купола церквей, иконы и даже снег на картинах, которого никто в Никарагуа отродясь не видывал. Это ваши знаменитые шкатулки, которые я специально собирала. А вот это нечто для нас очень дорогое. Это город Москва. Вот Кремль. Они же весь город. Это подарок, который муж купил нашему младшему сыну. Он ведь родился в Москве. Вот как у вас сын москвич? Да. А это русские картины. Впрочем, у нас почти все картины русские. И, конечно, матрешки. Как без них? Да. Да вам пора открывать музей русской культуры. Да уж. Это хохопа. Или что-то вроде этого. Хохона. Хохома. Хохлома. Хохлома. Самовар. И стол тоже русские. Приятно, что не говорите. В далекой Никарагу обнаружить столько русского и такую искреннюю любовь. А это наш сын Александр. Тот самый, который родился в Москве и которому муж подарил пасхальное яйцо. Но ты уже по-русски не говоришь. Нет. Нет, ему было два года, когда мы вернулись в Никарагуа. Вот расскажите мне, пожалуйста. Русские, чем вам так понравились? Ну, это явно, что это не эпизод маленький в жизни, а это просто вот, ну, ваша любовь. Что ж, вы можете объяснить, чем вам так полюбилась Россия? У вас же такая культура, искусство, театры, балет, опера. Вопрос. Почему русские всегда всем недовольны, а никарагуанцы всегда всем довольны и счастливы? Как вы объясните это противоречие? Просто у нас, у латиноамериканцев такой характер, всегда радостный. Мы всегда радуемся, даже и в грустных моментах. Я думаю, это поэтому мы более просто смотрим на жизнь. Просто? Да. А мы всегда, а мы всегда все усложняем. Может быть, это, может быть, это рецепт, может быть, это рецепт национальной идеи. Надо просто все упрощать. И тогда мы тоже будем, и тогда мы тоже, может быть, будем более довольны. Почему вы скучаете? Я по культуре. Марта? А я скучаю по Москве, по вашим пейзажам. И, конечно, как муж уже сказал, по культурной жизни. Театр, балет, цирк. Да там у вас столько всего интересного. Смешно. Глаза горят. Цирк, балет. Здорово. А ты почему? По друзьям. По друзьям, да? Скучаю по друзьям. Очень приятно вас видеть. Очень приятно слышать, что вы говорите. Очень приятно видеть все эти русские вещи в солнечной счастливой стране Никарагу. Спасибо вам большое за эту любовь. И несите этот русско-никарагуанский флаг высоко. Спасибо вам большое. Спасибо. Боже мой. Спасибо. Спасибо. Сегодня в городке Дериомо под Гранадой праздник святой покровительницы. Святая покровительница вообще-то целый год находится в церкви. Но в этот день она выходит погулять по улицам вместе с жителями городка. Мало того, что Дева Мария, покровительница городка, путешествует по улицам, она еще и заходит в некоторые дома по специальному приглашению. Но нужно, чтобы исполнилось желание, о котором вы попросили Деву Марию. В благодарность за это ее и приглашают в гости. Вот это Дейси, хозяйка дома. Но она почему-то прячется и не хочет со мной разговаривать. Я хотел спросить, какую просьбу сеньора исполнила покровительница? Мы просим ее о чудесах. А они в сердце, в наших сокровенных мыслях. Но о чем она просила? Это очень личное. Ей не хочется говорить об этом. В общем, это не важно, что просил человек, но если желание его исполнилось, покровительница, ее здесь называют Канделария, приходит в его дом. Это большая честь. В ответ хозяин дома должен накрыть стол. Ну, если не для всего городка, то, по крайней мере, для всех, кто захочет прийти в гости в этот день. Канделария оказалась слишком большой. Ее пришлось немного освободить от одежд, чтобы она прошла в дверной проем. Дом превращается в настоящий алтарь. Но это и понятно. Присутствие покровительницы в твоем доме – большая честь. Ну, а для всех остальных праздник продолжается. Это развлечение называется «Скользкий столб». Столб действительно намазан маслом. А наверху висит награда. Несколько бутылок рома и деньги. Примерно 200 долларов. Винника рога. Огромная сумма. Ну, а пойди туда, залезь, когда руки скользят. Эх, рубашка просто на мне практически чистая. А так, залез бы, показал. Время уже полдвенадцатого. И праздник продолжается. И будет похоже. Продолжается до утра. Ну, а нам пора прощаться. Потому что время нашей программы подошло к концу. Спасибо всем, кто был с вами в этот час. Увидимся ровно через неделю. Где-нибудь еще. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин